Родственники Толстого, тайной монахини, мать ее тайная монахиня в миру, и она монахиня в миру были. И скрывали свое происхождение в эти все лихолетия революционные. Они скрывали это и переменили фамилию не Толстая, а Толстых. Как Толстых шли они под этим. А сама баба Катя Екатерина тоже в монашестве с химонахиней Ювеналия, а мать не знаю, какое ее имя, я уже не помню. Говорили, деда Коля, конечно, знал, и он знал, что она тайная монахиня Ювеналия. Естественно, она была нищая, ничего не имела, ни пенсии, ничего, ни содержания, ни родственников. И жила вот в этом подвале, угловой дом, жила не одна баба Катя, еще жила с ней, ну как бы, раньше это называли приживалкой. А это была, обе не имели ни пенсии, ничего, ни двораник, ни кола. Монашечки были они, значит, двое жили. И вот эти цыпляточки, картина у них была, когда мы ходили. И кот, мурзик или персик, я уж не помню, пушистый, пушистый, барсик, по-моему, барсик. Или барсик, или персик. Кисточками такими, как у рыси, ушки. И она его очень любила. И везде был, везде был этот кошачий пух. Смолянка. Была она как, ну как дворянского происхождения. И до революции там она получила образование, воспитание, как в Смольном институте. Умирала она. И рассказала, я тебе рассказала, как Алёша она делилась, передавала, что такое, она такого отношения, такой любви она не встречала за всю свою жизнь. Здесь её окружили теплом и заботой. И когда приходили старцы, оптинские, он вместе, Макарий, по-моему, я не помню, кто уже какой, старец приходил. Вместе со всеми своими духовными детьми. И причастили её святых тайн. И когда пришёл Валерий, фу-то не Валерий, а Власий, пришёл её причащать, не Валерий, а Власий, пришёл её причащать, то он каждый день её причащал. Он говорит, ну, матушка, давай причащаться. А она говорит, да, матушка, как же я буду причащаться? Я, уже причастили меня, приходил вот духовный отец, и вместе со всеми своими духовными детьми приходили и меня причастили. С духовными детьми, по-моему, кто-то из святых ещё был, вместе с ними приходил. И причастили меня, у меня во рту ещё вкус просмотный, три части. Можно ли второй раз причащать? Добрый вечер.